Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Игры твоей мамки... При поддержке самих хорватов... Искротим... Что ж, давайте заглянем... И так игра начинается в уже подзаебавшем меня Египте... Нам нужно пройти три акта... Три исторические эпохи с целью навалять главному злодею франшизы Менталу... И тут сразу всплывает интересный твист... Это первая и на данный момент последняя игра, где нам показали этого самого Ментала... Но есть одно но... Сюжет игры не претендует на каноничность... И если там покажешь его в будущем по-другому, то не удивляйтесь... Три эпохи... Это традиционный для серии Египет... Хренолеонный год до нашей эры с динозаврами... И древний город Помпеи... В этой игре, ну, просто нереальное количество... Отличий по геймплею от собратьев по серии... Я даже не знаю, с чего начать... Ну, наверное, с оружием... У кого-нибудь когда-нибудь возникал вопрос... Что бы было, если бы Сэм стрелял за всех пушек сразу... Что ж, эта игра дает нам ответ... Вы бегаете по уровню, собирая оружие и механические лапы... После этого вы можете использовать такую интересную хрень, как Ганстаг... И в результате Сэм будет бегать с охромной дилдой, стреляя максимум из 8 стволов... И должен признать, играется это ну просто офигенно... А теперь... Камео, которое вы все ждали... Не подкачал так же и дизайн... Персонажи смотрятся очень ярко... Сами уровни интересно проработаны... Например, есть локация, где можно оседлать динозавра... Так же игра иногда заставляет игрока... Поразмять свои извилины и подумать над прохождением... Разрабы не поленились напихать пасхалок и секретов... Как это соответствует Сэму... Стоп... Почему я это читаю? А ты как хотел... Проигрыш в азартных играх никого не щадит... Если бы я знал, какая будет ставка... Я бы ни за что не сел играть... Теперь поговорим, наверное, о самом неадекватном и местами даже раздражающем... Враги... Они меня, блин, бесят... Многие за это ругают, Сэрюс М2... За градус бредовости... Так вот, это игра ничем не лучше... Да куда там? Это пиздец, господа... Какие-то плены с удочками... Лавовые големы... Напрыгающие хрени... Безголовые голые бабы с большими... Бомбами... Блядь, а ведь это круто... Но остальное остой... Чего стоит только один финальный босс? Вашу мать господи... Это как будто Леди Гага подверглась жестоким экспериментам взломных нацистских ученых... Хотя они все так плохо... Монстры иногда поражают своим размером... Иногда даже не умещаются в экран... Я бы назвал это плюсом, наверное... Кстати, людей, которые не играли в игру, наверное, сейчас заинтересовал вопрос... А если в оригинальной игре мы могли с одной ракетной своей выносить целой армии... То как играется здесь, когда стволов целых 8? О, да... Это по вопросу о сложности игры... Готовьтесь, вас будут драть... Да... Драть жестко, налево и направо... Мой вам совет, играйте сразу на изи... Либо на нормале... Ну, на нормале вы будете сильно нервничать... А харддаток это вообще манна небесная для всяких там хардкорщиков... Враги вас будут брать больше качеством, нежели количеством... Что для Сариус Сэма вроде как неуместно... Ну ладно... В игре присутствуют также мини-игры, которые нужно открывать, собирая открывашки по уровню... В них нужно убивать врагов в определенных условиях... Играется это довольно прикольно... Мне особенно доставила игра, где нужно убивать гноаров с помощью связки бензопил... Я ее так и не прошел, но удовольствие все-таки получил... У игры также вначале есть упомянутые DLC... Где есть кооператив на двух человек... И на этом вроде как все... У вас брата был Александр Басанский и вечное неудовольствие Дедок... Ставьте лайки, если не хотите попасть в этот ролик как Дедок... Подписывайтесь на Халдятина ТВ... Если не хотите, чтобы вашим врагом стала тарелка с блинчиками... И гудочками... Господи, что за хрень? Кто это придумал вообще? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok